Темпы роста объемов производства сельхозпродукции в Ярославской области составили более 11%. Ситуацию в региональном АПК обсуждаем с нашей гостьей, заместителем директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентиной Шишиной. Валентина Валерьяновна, добрый день. Добрый день. Давайте обозначим, какие точки роста есть в Ярославском АПК. Мы, наверное, начнем с того, что сегодня развитие молочной отрасли – это такое приоритетное направление в развитии АПК. И вот те показатели, которые мы добились, это в основном и за счет роста объемов производства молока. Но в целом в Ярославской области весь объем производства сельхозпродукции составил 52,4%. Это в 2002 году. В 2022 году, да, в 2022 году. Но за 8 месяцев этого года достаточно высокий темп, как вы сказали, это более 11%. Это за счет ввода и новых ферм, ну и, соответственно, за счет увеличения надоем молока. Это порядка 7%. Все эти показатели позволили увеличить общий объем. Ну, соответственно, развитие сельхозпродукции в Ярославской области достаточно много приоритетных направлений. Как мы говорили, это относится и к растеневодству, и к животноводству. Ну, и, наверное, все знают, что одна из крупнейших фабрик России, эта фабрика Волжанин, находится на территории Ярославской области. Только один объем производства яйца у нас составляет более 2,3 миллиарда штук в год. И это достаточно неплохой показатель. Это говорит о том, что предприятия постоянно модернизируются. И сегодня достаточно высокий уровень развития производства в плане технологий. Ну и, наверное, вот в сельхозпроизводстве, если мы говорим о животноводстве, да, одно из важнейших направлений – это, конечно, развитие кормовой базы. И предприятия, и наше министерство, и правительство Ярославской области. Мы нацелены на не те формы поддержки, как мы говорим, поддерживающие, да, а сегодня мы благодарны именно сельхозу. Это вопрос, который стоит о стимулирующих формах поддержки, который нацелен на увеличение объема производства молока, то есть сельхозпродукции. И в целом это дает, в общем-то, неплохие результаты. И вот те вопросы, которые связаны и с модернизацией производства, это мы говорим и прямые поддержки, как капексы, и те средства, которые направляются, инвестиционные, достаточно неплохие реализуются проекты с новыми финансовыми схемами. Это мы говорим, допустим, и с Росагролизингом, когда полностью под ключ строится производство. И у нас одно из крупных производств, в который объем инвестиций более 3 миллиардов, это знаменитая фабрика «Мороженое Айсбери». Она была построена на территории Ярославской области, было сразу создано тысячи рабочих мест. А что такое мороженое? Это молочное, да? Это вот вопрос строительства крупных предприятий переработки. Это тоже один из моментов, стимулирующих по производству сырьевой базы, да? И когда в регион входят такие крупные предприятия, которые достаточно с серьезным подходом к сырью, контролю сырья, и подтягиваются и предприятия, и даже мелкие сельхозтоваропроизводители, и фермеры. То есть вот те требования, которые мы сегодня должны соблюдать, и здесь, наверное, в комплексе требования и потребителя. А потребители – это сегодня розничные сети, которые мы знаем, да, имеют свой производственный и аудит, и контроль, и они сегодня непосредственно выходят на предприятие и смотрят всю цепочку контроля и безопасности, что ли это системы ХАСП. И сегодня, несмотря на то, что, как сказать, ввели мораторий на контрольные мероприятия, да, на плановые проверки, мы сегодня видим, как подтягиваются сами предприятия, да? И не случайно вот мы сегодня на форуме и обсуждали вопросы, связанные с контролем, внутренним контролем предприятия. И сегодня это очень большое внимание выделяется, уделяется в том числе и в Ярославской области. А вот какую роль именно для контроля играют системы «Честный знак», система Россельхознадзора «Меркурий»? Вы знаете, вот сегодня ведь что в контроле главное, да, это как вот в том мультике, главное все посчитать. И вопрос контроля, чтобы весь объем производства, он был прослеживаемый на каждой цепочке. И не случайно, вот сегодня мы разговаривали с руководителями Россельхознадзора, и сегодня мы назывались достаточно крупные предприятия, в которых были нарушения, объем производства не соответствовал объему реализации. И здесь сразу возникает вопрос, либо эта продукция, так скажем, была нелегально произведена, ну, возможно, неправильный был учет, а ведь здесь мы говорим, как если в растеневодстве от поля до ложки, да, вот так, и здесь от коровы до стакана, да, там в школе или где-то, да, или дома. И поэтому сегодня вот вопрос возможности контроля и самим производителям, сегодня возможность считать, увидеть, где была произведена продукция, как она вообще по логистике доставилась в тот иной магазин, мы сегодня достаточно неплохо работают эти системы. Я хочу сказать, еще идет вопрос там, где-то адаптируются, есть какие-то сбои, но в конечном итоге это будет хорошая поддержка потребителей, наверное, сам и контроль. И когда все вот решится, сегодня были вопросы у нас и к честному знаку, и вопросы к работе системы Меркурий, но мы находимся сегодня только у истоков такого большого пути, и сегодня входить на мировой рынок и понимать, что мы, это достаточно высокие степени стандартов, ведь в рамках таможенного союза уже эти требования, они были, и мы, в общем-то, отрабатывали, и это те контакты, которые у нас с Казахстаном, с Белоруссией, вот, но мы сегодня рассваиваем и другие рынки, да, и это показывает вот тот рост экспорта, который есть на территории Ярославской области. Как раз про экспорт хотела уточнить, растет экспорт поступательно? Вы знаете как, вот в 22-м году в конце мы увидели вот по отгрузкам такие небольшие, небольшое замедление, но в рамках перераспределения экспорта, да, это и Китай, и Индия, ну, соответственно, наши дружественные Белоруссия, Казахстан, Молдавия, мы сегодня видим, что спрос на продукцию есть. Именно ярославская область? Конечно, конечно, и вы знаете, были удивлены, что и спрос на мороженое есть, вот, спрос на мороженое сейчас предварительно... Ну, Айсбери же даже в Африку, по-моему, поставляют. Да, Айсбери поставляют в Африку, наша компания Атрос поставляла печенье, поставляла печенье в Америку, ну, вот сейчас Китай и Индия, то есть, в общем-то, обратили внимание, Вьетнам обратили внимание на продукцию ярославских производителей достаточно высокого качества, и мы сегодня можем предложить, в общем-то, большой ассортимент, и по всем показателям у нас без акцизов, чтобы вот на понимание, потому что доля достаточно высокая акцизов, да, и без НДС у нас порядка около 75 миллиардов объем пищевой и перерабатывающей промышленности, и тоже рост больше 11 процентов. Это говорит о том, что предприятия нашли новые рынки сбыта, и я даже больше хочу сказать, если у нас в 22-м году рост показывался там 5-3 процента по отдельным видам продукции, то здесь мы говорим общий объем, это вот такой рост, это говорит о том, что продукция, ну, российских производителей, я сегодня могу говорить, потому что у нас достаточно крупные компании, которые работают не только на территории Ярославской области, это говорит о том, что спрос на продукцию достаточно высок, но и о том, что качество продукции, потому что мы сегодня говорим, да, чтобы продукция попала на экспорт, здесь еще одна сторона контроля, да, это сегодня дополнительный лабораторный контроль, а мы знаем, что сегодня вот в рамках добровольной сертификации именно уровень предприятий, самоконтроля, да, уровень предприятий сырьевой базы в комплексе говорит о том, что продукция достаточно высокого качества, хотя вот в рамках Роскачества, да, Россельхознадзор проверяет, то есть продукцию и в том числе в сетях, и в традиционной рознице, и на рынках, на территории Ярославской области тоже попадается продукция достаточно некачественная, здесь очень быстро уже срабатывает, если, как говорят, у нас сейчас вопрос контроля, это риск ориентированный, да, то есть если риск есть нанести вред здоровью населению, там, в отдельно взятых субъектах, то однозначно вводится ситуация, когда прокуратура уже согласовывает проверки контроля, ну и, соответственно, вся продукция изымается, а вот в рамках работы Меркурия и в работе в честного знака мы видим, куда еще она поступала, и поэтому изъять некачественный товар гораздо сейчас стало проще, это практически работа одного дня. Какие вообще планы по развитию в регионе, то есть будут ли открываться новые предприятия, расширяться мощности действующих предприятий? Да, вы знаете, я вот буквально перед интервью с вами посмотрела, и очень удивительно, у нас так получилось, как бы к 25-му году, у нас такой проект 20-20-20, это я имею в виду на 20% мы увеличиваем поголовье, это будет более 50 тысяч крупного рогатого скота, и более 15 тысяч, это 15 миллионов, это птицы, это сегодня введется в целом в сельхозоборот, это 305 тысяч гектар земли, это достаточно для Ярославской области очень много, потому что вот 5 лет назад у нас было введено не более 200, и здесь я еще раз хочу сказать, то есть вот кадастрирование, формирование земельных участков, то есть вот те поддержки на мелиорацию, потому что это очень важно. И мы планируем на 20% увеличить в целом объем производства молока, 420 тысяч тонн в год мы будем производить валовый объем молока. Это достаточно... В каком это году планы? Это, я сказала, на 25-й год. Это те прогнозы, которые сегодня и мы приняли на себя, соответственно, это приняли обязательства, и это гарантированные выполняемые обязательства, те предприятия и те инвестпроекты, которые мы подписывали соглашение, они будут реализованы к 25-му году. Мы построим три новых фермы, которые более одна, более тысячи голов, более двух тысяч голов. То есть это будет за счет увеличения, как мы говорим, и надоев, и за счет увеличения поголовья. Но вот один из важных вопросов по птице, вопрос птицы, это вопрос, конечно, и качества кормов. Но вот удивительно, на территории Ярославской области у нас растут прекрасные, мы можем, собираем сегодня неплохие урожаи. И сегодня наши птицоводческие предприятия, такое предприятие, знаменитое, как Ярброллер, на более чем на 3 миллиарда проект был инвестиционный, построили свои элеваторы, и сегодня высококачественные корма не идут. Потому что вот именно в рамках импортозамещения вопросы, связанные с отечественными кормами, касаемо это птицы, других животных, это очень важно. Но мы еще с вами не переговорили о селекции, время, я вижу, мало, но Ярославская область, вот, наверное, вы все знают, знаменитая ярославская порода, и мы не случайно, вот сейчас вспоминаем, пашихонский сыр, это был разработан здесь, на территории Ярославской области, углический сыр, и это вот благодаря поддержке селекции, в том числе и ярославской породы, это наиболее пригодное молоко, там высокое содержание белка, и поэтому, казеина, и поэтому сыр получается высокого качества, и здесь уже наши даже фермерские хозяйства, много ремесленных сыров, и сегодня Ярославскую область, мы считаем, такую основу сыроделия, но здесь мы должны говорить, что биофабрика, да, то есть это все штампы, которые есть, да, это практически библиотека заквасок, находится на территории Ярославской области. Знаменитый сыродельный завод, это углический завод, да, исторический, который сегодня, вот та научная работа, которая проводится, вот мы сегодня говорим, да, очень важно, ведь вопросы кадров, вот эти планы, которые мы поставили, да, 20-20-20, да, так получилось, ну, может, 21%, вот эти планы, которые мы поставили, они зависят сегодня и от кадров. Ну, естественно. И вот как раз вот этот форум, обмен опытом, мы сегодня видим, какие молодые, высокие, хорошие кадры проходят, и мы сегодня видим вот интересующиеся, которые готовы развиваться, идти вперед, и та поддержка, которая вот оказывается, в том числе на территории Ярославской области, молодым студентам, специалистам, особенно медалистам, мы сегодня ждем, чтобы они пришли и работали на территории Ярославской области и создавали новые продукты. Мы сегодня говорим, вот вопрос брендирования, это тоже очень важно, это одно из направлений, наверное, в целом по Ярославской области, узнаваемость брендов, да, потому что очень много сейчас говорят и о агротуризме, и о промышленном туризме, и сегодня мы находимся в прекрасном городе, да, где, наверное, один из туристических, и вот гастрономический туризм, чтобы можно было попробовать наши продукты, и желания, и сегодня мы видим, как наши рестораторы, да, то есть активно работают с нашими сельхозтоваропроизводителями, даже по созданию новых брендов. Я уж просто единственное хочу сказать, и романовская овца, и наши знаменитые, наверное, вятские огурцы, и сегодня вот весь спектр продукции, пряники, все, что можно приобрести, ну, и мы всех приглашаем, ждем на Ярославской области к нам в гости, посетить, я думаю, что каждый проведет и найдет частичку себя. Ну, а инвесторов сегодня, всех предпринимателей ждут, я думаю, приятные такие сюрпризы в части дополнительных господдержек, у нас индивидуальный подход к инвестору, существует и магазин земли, и мы, в общем-то, бесплатно выдаем без торгов земельные участки для развития крупномасштабных инвестпроектов. Вы можете говорить про Ярославскую область, чувствуется очень влюблены в свой регион, но, к сожалению, время заканчивается. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо огромное, что пригласили. Спасибо. Спасибо.